я вас приветствую тема сегодняшняя немного необычная армения и китай два государства которых которые разделяют почти 5000 километров одна страна на ближнем востоке вторая на дальнем конечно обе страны имеет глубокие исторические корни контакты торговые отношения хотя бытность потери армянской государственности сами армяне продолжали контактировать с китаем этому являются свидетельства рукописи морских журналов когда армяне персии индии османской империи в качестве купцов достигали китайских берегов с товарами и возвращались с китайскими шелками и фарфором обратно работали в поднебесные армянские ученые один из которых впервые перевел библию на китайский язык начале 19 века это был Джоанес Лассар он же Аванес Газарян профессор китайского языка при колледже Форт-Вильям значит основатели электрификации Сянгана он же Гонконг является Хачек Пол Чатэр там же в Гонконге нынче имеются имени его скверы улица названная в честь Хачека Пол Чатэра сегодня в 21 веке снова налаживаются тесные отношения с Китаем дипломатическая часть этих отношений на высшем уровне например несмотря на тесное сотрудничество Китая и России российские граждане могут находиться в Китае без визы не более трех суток зато граждане Армении до 90 дней к тому же стало известно что Китай приходит в Армению и собирается внести в нее 15 миллиардов долларов воплощая идею цивилизационного договора подписанного между двумя странами вот на эту тему мы сегодня поговорим с российским ученым доктором экономических наук академиком российской академии естествознания и международной академии информатизации Ильей Рубеновичем Бугаяном Здравствуйте Илья Рубенович Добрый вечер Рад вас видеть в эфире и такой вопрос вот если вкратце что это за цивилизационный договор что он подразумевает и какую выгоду из него извлечет Армения Ну современная Армения сильно отличается от той Армении которая очень давно имела тесные отношения с Китаем и на первый взгляд если сопоставить эти два государственных образования одна из них имперская я имею ввиду современный Китай а второе образование уже не имперское но цивилизация это такая штука она вообще не исчезает потому что цивилизационный уровень как бы запоминает не только физику но и метафизику то есть время и цивилизация так между собой взаимодействуют что со временем может многое измениться только не достижение той или иной цивилизации наиболее ярко это проявляется в случае с Карфаген ну например эта цивилизация тоже всем известна она создала все науки связанные с экономикой и открыла навигацию благодаря которой карфагеняне единственные довольно длительное время могли по морям и океанам находить Китай и возвращаться с полными трюмами всевозможных китайских товаров но в основном это был шелк конечно ну шелк в то время был как бы антисептическим средством единственное средство которое избавляло от насекомых и поэтому спрос на шелк больше носил санитарный характер да нежели какой-то иной ну поскольку шелк и в остальных параметрах очень интересен особенно для женщин девушек поэтому он всегда имел высокий спрос и сразу делал любую женщину да и вообще любого человека счастливым потому что освобождал от населения в то время еще и мыла то не было в то время и мужчины носили одежду шелковую ну чаще в качестве такого санитарная нижняя рубашечка да если человек состоятельный шелк стоил очень дорого продавался вес на вес золотом в обмене равным весом поэтому не каждый мог конечно себе это позволить так вот открытые эти науки вся экономика это товарно-денежные отношения финансы кредит денежные обращения и даже государственные займы в современном смысле слова карфагиняне уже знают карфагена нет город был завоеван римлянами то есть цивилизация в своем ну материально вещественном состоянии исчезла а в своем метафизическом экономика одна из не отрывных а современной цивилизации вещей в любой стране весь счет подсчет ведется с помощью открытых наук именно карфагенян поэтому цивилизация это нечто в общем вообще еще древние знали что самое сильное то что невидимо вот город карфаген когда был это была сила ну такая реальная и физическом отношении ведь 140 лет воевал рим и карфаген рим чудом вообще-то победил первоначально карфаген был инициатором этой войны и он все время теснил рим три пунические войны 140 лет и наконец рим победил он разрушил карфаген спахал там солью это место больше чтобы никогда ничего такого тут не вырастало города карфагена нет а цивилизация карфагеня осталась она сопутствует любого человека современного и современные новые информационные технологии только усиливают ту часть ту составляющую экономики которая называется финанс по этому поводу можно многое говорить но я надеюсь вот такими крупными мазками я попытался объяснить что никакая цивилизация раз возникшая человеческом обществе она не исчезает то же самое касательно цивилизации связанные с этим договором я имею ввиду цивилизацию не китайскую а того государства с которой китай заключил договор ну для вообще это все делалось очень необычно одно то что договор был заключен дистанционно на сумму 15 миллиардов я что-то раньше такое не знал и не слышал чтобы такие договора такую значительную сумму Вы имеете сейчас ввиду договор между Арменией и Китаем? да конечно да причем последние встречи были еще в девятнадцатом году я имею ввиду на самом высшем уровне то есть остальные все встречи уже ну в общем по этой встрече предварительно они создали базу для того чтобы можно было дистанционно заключить такой крупный договор это вторая вот особенность но если третья чуть позже теперь я хочу сказать если я не забегаю вперед я немножко так сказать расширяю вопрос вернее ответ на вопросы дело в том что кроме карфагена который в основном торговал перемещая товары ну как бы с помощью кораблей да водным путем были еще цивилизации которые занимались тем же самым но по суше и самый вот второй называет Фернан Бродель у него прямо во втором томе его собрание научных по труду есть целый раздел который называется по моему евреи и армяне и он отмечая вклад евреев вот в эту торговлю следующим останавливается на армян хотя я знаю что кроме армян были еще и другие в частности иран этим занимался иранские купцы но армяне достигли как бы больших большего передвижения в силу в силу каких причин я сейчас не могу толком сказать по крайней мере они всю европу по существу по суше освоили с помощью вот этих перемещения товаров по суше но это было очень сложным делом вообще-то собрание сочинения фернанда броделя называется игры обмен но обмен это по существу продолжение производства в сфере обращения и этот процесс тоже сопровождается увеличением добавленной стоимости то есть создается новая стоимость плюс к той которая была создана на территории Китая и без этого без этого труда без этих усилий никогда бы в Европе не появился в ушел никогда во первых навигация была известна только карфагинянам армянам было известно вот все эти пути дороги которые шли по суше вот фернан бродель особенно отмечает что все эти караваны возглавлялись караван баши назывались то есть капитаны пустыни капитаны пустыни делали то же самое что капитаны на море моряки ходили по воде а караван баши перемещали грузы по суше но это было тоже очень опасным делом а скажите я вас перебью эту книгу сейчас можно приобрести где-то что заинтересуется я думаю что они найдут погуглят и возможно найдут и приобретут она переведена на русский язык с французского вот и она издавалась где-то лет двадцать назад у нас в России у меня этот второй том есть где это все изложено этот раздел так и называется хорошо одним словом я хочу обратить внимание на то что по существу как карфагиняне так и армяне вкладывали большие средства в инфраструктуру связанную вот с этим обменом потому что если карфагиняне строили суда тогда деревянные были понятно ну и порты и много это хозяйство портовое то армяне вынуждены были строить ну да не только дороги да ну и караван сараи потому что если по морю капитаны еще нужен один матрос который подчиняется приказом капитана и управляет судном как минимум то караван нуждается на ночь обязательно в месте где можно переночевать и самое опасное это было и необходимое это безопасность то есть армяне обеспечивали не только строительство этих караван царая но и обеспечивали безопасность перемещения груза товаров причем очень дорогих товаров эти караван баши были необычные люди потому что они отвечали за безопасность за доставку груза понимаете они брали на себя огромный риск предпринимательский риск то есть инфраструктура кроме структуры производственной которая была в китае нужна была еще вся эта инфраструктура поэтому и карфагиняне и армяне были партнеры не просто слово сейчас часто применяется партнеры они были настоящие партнеры потому что они достраивали производственную структуру в китае пристраивали к инфраструктуре к дорогам к судам к этим караван с сараем и самое главное безопасность обеспечивать за безопасность отвечать даже во времена монголов когда монголы создали эту невероятную империю которая четыре раза превосходила империю римскую и восемь раз по моему Александра Македонского как то эти самые вот караван баши находили с ними общий язык и монголы не только они поняли что это очень они были вообще имперцы очень здорово управляющие этой огромной империей это не заурядные люди понимаете мы кроме как разговоры о том что орда и прочее как то на этом школе ограничиваются на самом деле у них была система управления у ее так они разобравшись что это выгодно потому что это дает пошлину все что положено платили и караван баши карфагиняне правда там меньше от них требовалось потому что они плыли океанами и морями а караваны шли по территории империи монголы так монголы мало того что разрешили но еще и дополнительные приняли меры обеспечить безопасность перемещения этих русских вот нашли они общий язык даже с монголы но если это выгодно экономически дает доход ну почему нет поэтому ну я не буду пересказывать все что у Фернандо Борделя я просто имею ввиду да почитают если кому то будет интересно я думаю приобретут это можно посмотреть и убедиться что это было да это по существу вся Европа обеспечивалась этими караванами перевалочный в России всегда были эти особенно в Польше там это в Голландии в общем это была очень разветвленная вот этот великий шелковый путь это не просто разговоры это серьезная вещь которая который был построен по существу усилиями этих двух империй в то время и вы правильно сказали и очень уместно что даже когда и Армения потеряла имперской свою купцы предприниматели продолжали заниматься этим и быть партнерами их знали по именам и в Китае и в Индии в те времена Китай по существу был мировой фабрикой он обеспечивал весь мир необходимыми товарами которые мировая фабрика да так вот это самое интересное и когда Китай вновь приобрел этот статус и Индия в то время тоже была мировой империей и армянские купцы карфагиняне тоже с ними точно так же сотрудничали и сейчас тоже возникает потребность какой-то опоры то есть поэтому Китай ищет не просто договор ну допустим по поставке какого-то отдельного продукта а ему нужен именно цивилизационный договор который основан на том что было когда-то и потребность в этом раз возникшая каждый раз когда Китай поднимается и становится мировой или фабрикой и каждый раз когда Индия это тоже там происходит поднимается и становится фабрикой имеющей мировое значение потребность в этой цивилизации двух империй которые я называл карфаенской и армянской много возникает поэтому я думаю что вот такие договора такого характера они редко нарушаются почему потому что в это заложены тысячелетние традиции тысячелетний опыт и определенные качества людей которые выработали с те времена и генетически продолжают сохраняться а еще из этого все-таки извлечет Армения ну я сейчас еще одну вещь скажу необходимую чтобы мы только далеко в историю не углубились а то мы уходим от ответа все-таки ну я хочу еще вещь одну подчеркнуть что такие договора возможны только если другая каждая из сторон другую принимает за отдельную цивилизацию то есть Китай этим договором заключенным дистанционно по существу признает и подчеркивает что существует армянская цивилизация как и карфагенская существует и с ней он хочет иметь дело потому что тысячи лет эта цивилизация была полезна партнерской и без нее невозможно было достичь тех успехов которые имел Китай а сейчас он нуждается подобной подобных партнеров так скажем правда карфагена там уже нет но Армения есть и что возможно заключить договор и надеется на какие-то отношения полезные партнерские в этом аспекте он сейчас озабочен или возрождением великого шелкового пути он надеется достигнуть все-таки мой вопрос какую выгоду из этого договора извлечет Армения я думаю это положение есть договор речь идет о том что будет построен совместный город на территории Армении жители которые будут заниматься исключительно наукой наукой фундаментальной в области значит естественных это вроде силиконовой долины да нет тут поглубже я думаю что поглубже хотя не исключается и прикладной аспект пока речь идет только о науке видимо эти 15 миллиардов долларов они связаны с наукой дело в том что ни научно-технический прогресс ни научно-техническую революцию нельзя осуществлять если у тебя нет источника а источником и того и другого является наук открытие в области естественных наук и общественных поэтому если у тебя источник слабый по сравнению с другими или источник у тебя ослаблен в силу каких-то причин то ты самостоятельно эти новые информационные технологии создавать не можешь если вы обратили внимание по существу вот эта глобализация в чем заключалась что открывались технологии имеющие прикладное значение в основном странах золотого миллиарда их всем китай же на основе этих технологий осуществлял массовое производство современных товаров и китай уже есть ресурсы и китай желает создать такой уровень науки опираясь на ну в данном случае видеть опору в армении который долгие сотни даже тысячи лет имел очень тесные партнерские отношения и у него есть надежды но тут есть еще один успех дело в том что я вообще твердо уверен что первыми будут на марсе те государственные образования при все имперские у которых содержанием является общественный сектор хозяйства вообще вот весь мир сейчас расколот на две части в одних странах содержанием является экономика это цивилизация Карфагена да а в других странах содержанием их хозяйства является не экономика а общественный сектор к этим другим странам это римская генерация как бы в Риме да хлеба и зрелища они строили в основном общественные сооружения и бесплатная раздача хлеба и зрелища Китай Индия и Россия это римская генерация так вот как мы сейчас ну то что Советский Союз первым прорвался космос это была не случайность это была закономерность вызванная тем что в Советском Союзе был даже не оптимальное соотношение между экономикой и общественным сектором а экономика сильно отставала общественный сектор же был огромный и поэтому могли не сконцентрировать тогдашние руководители необходимые средства чтобы вот этот прорыв космоса осуществил по этой причине я думаю что первыми на Марсе будут не империи карфагенской генерации это значит британский мир и европейское сообщество но и Япония тоже относится карфагенской генерации а все же будут наверное вот тройка я думаю что ну Россия Китай и сейчас Китай очень форсирует это направление я думаю что скорее Индия чем я имею ввиду на Марсе почему потому что общественный сектор дает возможность концентрации усилий в любом направлении в большей мере чем экономика никакие налоги не могут сконцентрировать необходимое так как содержание общественного сектора и победа Рима над карфагеном была тоже связана тем что в Риме был содержанием общественный сектор их хозяйство так вот причем там чисто если время был исключительно там экономики в Риме почти не было а карфагене не было общественного сектора поэтому от него ничего не осталось археологических объектов которые можно было изучать карфагена не осталось и не потому что разрушили римляне но это тоже присутствовал но в городе а карфаген был огромной империей его размеры начинались от Индии и Китая и заканчивались северными морями и Европе все были должны финансово зависимы от карфагена да поэтому да да слушаю слушаю закончите мысль ну вот это мысль первое и второе я хочу сказать что в Китае хорошо известно что достижение советской науки в области астрофизики в том числе всего того что связано с предстоящим перемещением в сторону Марса а в Армении были известны всему миру астрофизики которые внесли очень серьезный вклад ну именно вот в это направление науки эти школы сохранились и я надеюсь что и ученые я думаю что наука да в феврале этого года я побывал в Непале непальцы не очень хорошо относятся к Индии впрочем как и все соседи Индии по известным причинам зато вот тот же Китай у которого тоже холодные отношения с Индией из-за территориальных претензий наладил прекрасные отношения со всеми своими соседями с тем же Непалом Янмой Вьетнамом словом от безбожного КНДР до набожного Пакистана и Афганистана да но это соседи зачем Китай все-таки далекая Армения от соседей ясно что Китай получает взамен да это такое прокитайское большинство вокруг Индии а что от Армении все-таки получит Китай я думаю что Армения это все-таки не та самая древняя Армения имперская Армения это такое маленькое государство где-то в горах Закавказья и не имеющая выхода к морю это правильно но то что связано с Арменией объявлено вот в намерении построить именно этот город город науки по сути средства будут вложены в развитие фундаментальной науки первоначально а потом возможно и прикладной если вот долина силиконовая как вы сказали это уже прикладные спины ну вот я хочу я понимаю ваш вопрос он наверное у всех кто нас сейчас видеть и слышать и в это верится я просто уверен в этом что у многих возникнет такой вопрос что Китай ищет в Армении почему скажем не Грузия не другие страны соседние скажем там ну и первое это мы уже сказали партнерские отношения были закрылся это говорят что враг моего врага мой друг так это правильно да это правильно с точки зрения короткого шага пример британский мир ну Соединенные Штаты Великобритании были союзниками Советского Союза но этот союз возник по той причине что враг они были враги Германии или Германия была их врагом а мы с ними воевали и поэтому значит союз был по этому принципу но этот принцип он ну еще был у самых первобытных племен а кто врагу Китая получается Турция нет Китай тут пока ни при чем я просто хочу сказать война закончилась победили но друзьями не стали не стали то есть друзьями их сделало нечто временное связанное с общим врагом и сейчас происходят интересные процессы ну например Соединенные Штаты объявили в числе врагов и России и многие европейские страны по этому же принципу избрали Соединенные Штаты своими друзьями причем настолько друзьями что допустим украинцы русские и поляки генетически ничем не отличаются сколько они искали различий нет различий существуют одни и те же люди вот поскольку отношения такие ну исторически сложили что теперь Соединенные Штаты ну пылкая любовь к Соединенным Штатам и той и другой страны причем настолько пылкая что Соединенные Штаты просто управляют допустим в Украине по существу там находятся впущены и управляют значит эта система по существу варварская она осталась от прежних времен а тут когда цивилизации существовали тысячи лет тысячи лет не короткое время и между ними отношения подобные краткосрочные военно-политические никогда не возникали то у них возникает в случае необходимости стремление заключать договора которые вот как они называются цивилизационные цивилизационные договора никогда не подводят я не знаю ни одного примера но хочу еще один пример привести раз здесь цивилизационные договора то существует и договора ну а цивилизационные понимаете сейчас так не цивилизационные вот по принципу о котором я только что говорил и вот хочу привести пример уже современном от самой современной. Вы знаете, что наша страна создала этот южный поток. Южный поток. И для этого заключила ряд договоров. Теперь, когда уже трубопровод лежит на дне морском, и можно его использовать, наша страна заложила всем миллиардом долларов в эту трубу. Она уже есть. Но партнеры наши, ну так сейчас называют, это я не знаю, партнеры или что, но они передумали использовать газ, из-за которого этот трубопровод был проложен, и используют иной газ. Значит, этот договор можно считать цивилизационным? Наверное, нет. Он и короткий, и даже этот короткий срок, он не сработает. Вот я думаю, что успехи Китая, и вы сейчас своими примерами подтвердили, связаны не только с тем, что внутри Китая соотношение между общественным сектором и экономикой оптимальны. Приближение к оптимуму получаются высокие результаты экономические и вообще хозяйственные. Но он и заключает договора вокруг себя с теми странами, которые вы назвали, цивилизационного клада. Понимаете? Поэтому у него и отношения... Я вот из нашего диалога о чем подумал. Вот на самом деле же есть два Китая. Есть Китайская Народная Республика с коммунистами на борту, и Китайская Республика Тайвань с капиталистами. И вот две противоположные идеологии Китай-Мао Цзэдуна, вполне развитое государство, одевающее и кормящее весь мир. И капиталистический Китай-Тайвань, не всеми, кстати, признанный, который входит в одну из крупнейших экономик мира тоже и состоит в Содружестве Тихоокеанских Тигров наряду с Сингапуром, Южной Кореей и прочими там странами. Вот в чем феномен китайцев? Получается, что они одинаково комфортно себя чувствуют, независимо от политических взглядов и идеологий. Вот в чем феномен их, этого народа? Я думаю, что в той же самой цивилизации. Все-таки в цивилизации. Я хочу напомнить, что даже при Мао-Цедуне, при Мао-Цедуне, буржуазия не являлась врагом государства. Понимаете? Не являлась. Там ничего нового по существу не появилось. Однако Гоминьдан бежал на остров. Правильно бежал, потому что он бежал на остров и по существу на этом острове, в отличие от материкового Китая, соотношение между экономикой и общественным сектором таковы, что там является на острове содержанием экономика, а на этой стороне общественный сектор, хозяйство. То есть они разные. Народ один и тот же, разговаривают на одном и том же языке, имеют одинаковую культуру, а в этом различие. То есть если материковая часть и общественный сектор является главным, и все предприниматели являются, ну, кто желает, коммунистами, даже самые-самые известные предприниматели, они коммунисты. Так, между прочим, это было, в буржуазии всегда было такое отношение. А на острове, наоборот, содержанием является экономика, а общественный сектор, он является только формой проявления этой экономики. Вот я хочу привести, ну, если у нас время есть, конечно, пример. Вот сейчас вот эти желтые жилеты, никто не знает, что с ними делать. В принципе, они, у них все есть. Крыша над головой, пища, ну, все есть. А чего у них нет? они не имеют никакой собственности. Ни на один из факторов производства. Чтобы иметь доход, ты должен быть собственником. Либо труда, либо капитала, либо земли, либо иметь предпринимательские способности. Тогда ты имеешь доход от одного из факторов производства. И ты гражданин, нормальный. А что делать тем людям, которые в условиях господства экономики, как содержания, ничего этого не имеют? У них нет собственности. Если нет собственности, то нет дохода от факторного источника. Их просто кормят за счет налога. Собирают налоги большие и кормят. Все. И эти налоги и многие источники государственных бюджет создаются, между прочим, в Китае. Китайскими работниками создаются. Но там общественный сектор, он дает такие возможности, несколько большие. И там нет желтых жилетов. Нет там желтых жилетов. Я тут вспомнил из беседы с вами американского социолога и политолога, наверняка вам хорошо известный, Самуэля Хантингтона, чья концепция этнокультурного разделения цивилизации вошла в книгу «Столкновение цивилизации». Стала чуть ли не настольной книгой во многих факультетах политологии и социологии всего мира. И так вот, исходя из этой концепции, китайская цивилизация, она стоит особняком. Впрочем, как и японская. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями, что Китай расширяет свои горизонты, и получается, что Хантингтон ошибся. Ведь современная Армения даже цивилизационно отличается от Древней Армении, современные Армяне больше ассоциируют себя с Кавказским континуумом, нежели те самые древние Армяне, будучи носителями некоего такого греко-парфянского что ли, менталитета, или малазийского, если угодно. Так получается, Хантингтон все-таки ошибся или нет? Это опасно, когда коллегу называешь, что он ошибся и так далее. Я несколько укончил. А вы уже ответили на этот вопрос. Я хочу, если есть возможность, немножко пояснить. Давайте. Дело в том, что цивилизация на самом деле развивается по спирали. и смысл развития цивилизации передача доминантных свойств от одного фактора производства к другому. Вы знаете, как эстафета есть? Вот там бежут и передают друду. Вот точно так же передают эти свойства, доминирующие свойства, передаются от одного фактора производства к другу. В чем родственность цивилизации тех стран, которые мы сегодня обсуждали и обсуждаем? Дело в том, что и та, и другая, и в той, и в другой возникли эти цивилизации в момент, когда доминирующим фактором в системе факторов производства был труд. И что интересно, что и современный взлет Китая тоже основан на труде. То есть, когда технологии, возникшие в других странах, потребовали адекватного труда, то китайцы сумели миллионы человек вовлечь, быстро научить. они не знали, что они делают в конечном итоге. Но у них на кончике пальцев генетически и цивилизационно сохранилась какая-то умелость. И так, как они умеют работать, особенно женщины, вот в деликатных там приборах, которые создаются, да, там даже в некоторых странах берут на работу девушек только от тех, кто не замужем, потому что замужем сходить, кстати. Да, да, вот, поэтому взлет Китая опять связан с качествами их умением трудиться. Но и вот их стремление сотрудничать для того, чтобы вот следующий этап будет перекладываться труд на роботы, скорее всего, и человек, да, и перейдут доминирующие свойства к земле, как это уже было. Ну, феодализм это доминировала земля, капитализм, капитализм, где там началось с паровой машины. А сейчас в мире доминирует современное предпринимательство, то есть основанное на новых информационных технологиях. и вот Китай, чтобы вырваться из этой, как бы он второй раз вернулся к труду и на основе этого труда, ему нужно развивать именно науку. Во-первых, вот эти вот роботы, их сделать, нужны какие-то научные разработки, связанные с этим. И второе, у них в перспективе земля. Но поскольку поверхность земли, это не только вот, когда мы говорим земля, твердь, в общем, да, это не только земля, но и другие планеты тоже. Поэтому их стремление иметь такую твердь на земле же они деликатно ведут соседями, ни у кого ничего не отнимают, да. Ну, по крайней мере, ну, как сказать, как сказать. Ну, да, много разговоров, но я думаю, что они вообще-то никогда свои внимания штат Кашмир, тогда не отнимают. Ну, да, это есть, но... Илья Рубенович, у меня вот такой последний вопрос, чтобы подытожить. Вот как по-вашему, какие качества армяне должны перенять у китайцев? Что не хватает армянам для стремления, скажем, к прогрессу, учитывая при этом геополитику и физическую географию Армении, что немаловажно. Я думаю, что ничего армянам ни у кого перенимать не надо. Надо оставаться самими собой, развивать те цивилизационные ценности, которые присущи армянской цивилизации. Именно поэтому будут и другие, в том числе и китайцы не. А таких, если мы станем перенимать у них, станем как бы частью китайцев, мы им не интересны. Мы им интересны такие, как мы есть. А какие мы есть? Вот что нам присуще? А вот какие мы есть, я вам сейчас скажу. Вот я сейчас вместе с вами обсуждали тот договор, который уже заключен, да? Да. И мы пришли к выводу, что ну ведь я это говорю, мы с вами говорим, я ни на что не опираюсь. Я излагаю свои мысли. Мы вместе сейчас обсуждаем и излагаем. Вот это и есть ценность цивилизационная. Я не знаю, что имеет в виду китайская сторона по поводу цивилизационного договора. Я изложил свое представление, вернее наше. Я тоже отношусь к этому этому. Причем я живу в России, но я все равно имею мысли и все остальное, которое связано с тысячелетней историей. Вот это и есть ценность. Я не думаю, что нам нужно у кого-то чему-то учиться. Если эта речь идет о науке, которая нечто открыла, мы ли открыли, другие открыли, это да. Наука это объективность. Но ни в коем случае не надо перенимать, что кушать, как сидеть за столом, с какой стороны на кровать ложиться и так далее. Это должно оставаться цивилизационным выбором того этноса, который мы сейчас обсуждаем. я очень боюсь этого. Вот боюсь, когда начинают и у нас в России. Вот у китайцев так. Это там так, и это хорошо. Но это вовсе не значит, вот это же здесь будет хорошо. Это может быть плохо. А как жентраторство ради того, чтобы перенять какой-то опыт, чтобы чего-то изменить. Ведь все-таки свежие мозги что же помогают? А вы думаете, что свежие мозги только в Китае появляются? Да у нас полно свежих мозгов. Я в данный момент про Армению говорю. Ну я когда все это излагал, я имею ввиду не только Армению. Вообще и в России тоже. Потому что мы же в России живем. Я не могу как-то мыслить в отрыве от той страны гражданином, которой я являюсь. Мы Армению обсуждаем в том порядке, что мы ну что сам договор с Арменией, а не с Россией в данном случае цивилизационный. И второе, что мы все же лучше чувствуем и понимаем, что там происходит. И почему? Хорошо. Потому что мы тоже из этой цивилизации выросли. Понимаете? И причастны к ней. Конечно. Вообще это невозможно оторваться. Когда начинают говорить, что я уже стал другим, таким, сяким. Ну может кто-то и стал. Я например одновременно у меня вообще я не дифференцирую людей по этому признаку. Есть которые могут понять, что происходит, а есть которые не могут, независимо от своего происхождения. Спасибо большое Илья Рубенович за сегодняшнюю встречу. Было очень интересно. Ну правда время конечно поджимает час времени. Обычно у меня беседа бывает полчаса 35 минут. С вами выделено было час времени и я думал, что не хватит и столько, чтобы обсудить все накопившиеся вопросы по этому самому цивилизационному договору. Тема действительно очень обширная и интересная и каждый ожидает от этого самого договора нечто такое, чего может действительно привести в порядок многие вещи в самой Армении, может быть улучшит это как-то и экономику и все, что связано с этой сферой в Армении. Спасибо вам большое. Надеюсь на то, что мы еще когда-нибудь увидимся встретимся поговорим уже может быть на другую тему именно относящуюся к внутренней проблеме Армении экономики Армении внутренней и внешней. Я думаю вы в этом подкованы вы человек экономист ученый и как если не у вас спрашивать об этом всем. спасибо я тоже надеюсь что мы мне много что есть и разные миссии которые я не спел спасибо большое до свидания до свидания